Вы готовы это увидеть? Конечно, перебор на мне, а вот брючки нет. Брючки не моё. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 февраля. Я праздную его одна, в общем-то, как и в каждом году. У нас прям буквально такая традиция с мужем праздновать его по раздельности. Ну, просто так получается, что либо я уезжаю, либо он уезжает. И, наверное, за всё время наших отношений мы празднули, может быть, 1-2, 14 февраля вместе. Но это не беда. 14 февраля это повод только обменяться подарками, что мы обязательно сделаем, как только он вернётся. Я сидела, праздновала сама, в общем, ну, как просто сидела, я хорошо проводила время, тем более у нас на улице солнышко, хорошая погода. И тут что-то меня клюнуло в попу, и я решила разобрать гардероб. Я, конечно, это давно уже планировала сделать, но я думала, что это начну там в понедельник или во вторник, с утра встану, настроюсь на это. Ну, по крайней мере, сегодня я начну. Потому что я ещё хочу и обувь свою разобрать. Хотя бы начну сегодня с сам гардероб. Ну, естественно, возьму вас с собой и покажу в итоге, от чего я избавляюсь. Так как гардеробки свои я разбираю периодически, я не буду это делать, как рекомендуют все расхламители профессиональные, типа вытащить всё и ставить потом обратно. Нет, я так не буду делать, я уже примерно всё понимаю, знаю. И поэтому я просто пройдусь, возьму каждую вещь в руки и посмотрю, как я хочу ещё её носить, не хочу. Ну, в основном я это делаю тоже с сезонными вещами. Те, которые не сезонные, я могу отложить куда-то. Потому что зимой очень сложно почувствовать летние вещи. А так как я... Сейчас я закончу говорить. А так как я собираюсь в отпуск, в лето, то для меня это ещё и повод пройтись по моим вещам и посмотреть, что у меня там есть летнего, что-то мне, может быть, нужно докупить, Сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, вот куча обуви, которую я хочу отдать или продать И вот куча одежда, при том, что я часто разбираю свой гардероб. Видимо, мне не нравится такое количество одежда, но мне не нравится такое количество одежды, поэтому я каждый раз мне легче и легче расставаться со всем этим добром. В общем, то, с чем я не могла расстаться, то, с чем я не могла расстаться какое-то время назад, уже в следующий раз делаю правильное решение. В общем, в общем, поэтому сейчас пойду обратно отдыхать и праздновать и праздновать и праздновать в одиночку свой День Святого Валентина. А все, что я отдаю на... В общем, все, от чего я избавляюсь, я покажу вам завтра, когда проснусь. Ну что, привет, мои дорогие! Вот вся куча одежды, которую я принесла в зал. Сейчас я буду ее мерить и показывать вам, от чего я избавляюсь. Тут уже выставила штатив, на который буду все это снимать. В общем, буду показывать и рассказывать, почему вам это было интересно. Вы мне все время спрашивали показать, что я убираю из своего гардероба. Но еще хочу оговориться, что ни одна вещь не пойдет на мусорку. Что-то, что непригодно для дальнейшего ношения, хотя у меня такого нет, уже я часто разбираю довольно. Ну, либо если это белье или носки, я просто отдаю на переработку. У нас это перерабатывают. Все остальную одежду я сдаю в благотворительность, а некоторые вещи я даже отвожу к маме и там продолжаю носить, когда я у нее дома. Особенно вещи, которым не липнут волосы, потому что у меня у мамы много кошек. Вот, поэтому отвожу, в общем, к ней, чтобы там дома ходить, какие-то теплые вещи. Поэтому приступаем. Первый костюм. На самом деле, я здесь еще проверяю тоже некоторые, хочу я их носить дальше или нет. Я думаю, что этот костюм вы помните еще. Я покупала его к Новому году. И, в общем-то, когда я ездила в Питер, я его вот этот один раз надела. Как костюм я понимаю, что это был такой чистый эксперимент. Я тогда это тоже понимала. Поэтому как вот вместе это носить, рубашку, я прям вряд ли буду. Давайте попробуем ее снять. Буду ли я носить брюки? Ну, что-то я не вижу, чтобы они делали мою фигуру лучше, если честно. И я не чувствую в них, знаете, такая прям классная. Не чувствую. Поэтому весь костюм поедет дальше. Следующий костюм Зара. Он вообще прикольный. Мне нравится его расцветка и как он выглядит. И я его с удовольствием носила, помню, в институт, где учила шведский язык. И до сих пор я надеваю его. Мне нравится. Но если бы он был на размер поменьше, посмотрите, что происходит здесь. И это было изначально так. Я просто надевала ремень. Видите? Видите? Я просто надевала ремень. Этого было не видно. Ну, и есть я тоже не могла. Теперь я больше люблю комфорт. Мне нравится, когда... Мне... Вот этот пиджак, во-первых, сейчас тоже больше в моде оверсайз пиджаки. И хочется, чтобы... Ну, была свобода. И под него еще там, если захочется, что-то можно надеть. Для меня это уже слишком притально. Это не мой силуэт. Мне так чувствуется. А кому-то нравится, когда это так выглядит. Вот. Я по-другому хочу выглядеть. Поэтому... И вот это... Я хочу еще есть. Я хочу нормально. У меня уже есть брюки, которые мне до сих пор очень нравятся. Я жалею, что не взяла на размер больше. Которые я до конца не могу застегнуть. Вот эти вот виниловые. По поводу них я еще подумаю. Если я найду им замену, то, конечно, с ними тоже расстанусь. В общем, кого-нибудь пусть он другого радует. Кто-то чуть поменьше, чем я. И сможет в них и есть. Вы готовы это увидеть? Пока это надевало, я так обсмеялась. В общем... Раньше мне такое нравилось до переезда в Швецию. Я его купила. Тут я даже не знаю, что прокомментировать. Это какой-то акробатский костюм. Ну, может быть, акробатов он порадует. Вот. Как я такое купила вообще? Что со мной было? Фух, еле влезла. Какая же я раньше была худенькая. Меня совершенно не смущало, что это платье прозрачное. Ну и что? Ну, вообще, оно, конечно, прикольно. Мне нравится сзади. Вот этот вот вырез на спине. А оно на мне не сидело. Так в облипку оно такое. Свободненькое. Да. Слушайте, а может, так и сидело. Может быть, я себя по-другому видела. Но это, конечно, перебор на мне. Поехали дальше. Я думаю, что многие, кто смотрел мои покупки до этого, помнят, как я купила вот эту вот кофточку. Это вообще навеяно известным брендом, которая, на самом деле, в оригинале кофточка такая стоит где-то 700 евро. И тут я понимаю, что это вообще даже не мой вырез. Мне такой вырез не нравится. Мне нравится более V-образный, чтобы они вот так вот шли. вытягивая шею. А это какой-то квадрат, широченные плечи. А у меня и так свои плечи достаточно широкие. Ну, в общем, нет. Это боди вообще. Нет. И кюлоты. Кюлоты очень классные. Это Club Monaco. У них очень классный материал. Они прям... Ну, это не моя форма совершенно. Я себе в них не супер нравлюсь. Я окажу себе какой-то квадратный. Я вообще предпочитаю, чтобы низ у меня был узкий. Я лучше сверху что-то широкое надену. Но низ я больше люблю... Хотя бы вот здесь вот, да. То есть там дальше может расширяться. Хотя бы вот здесь вот. Я люблю, чтобы... В районе попа было поуже, а не вот так вот прям прям... Мне не нравится моя фигура в них. Хотя они очень классные. Конечно, их я буду продавать. Далее. Вот такие вот брюки. Это шведская фирма Twist & Tango. Мне они очень нравятся. Кроме того, что у них средняя посадка. Мне нужно, чтобы это было выше. Мне здесь не только с виду не нравится. Мне еще и неудобно. Она мне давит. Хотя это мой размер. Плюс. То, что здесь средняя посадка. И они короткие. Это не делает ноги длиннее. То есть хотя бы пусть была бы высокая посадка, а не короткие. В идеале мои брюки. У них и посадка высокая. И длинные. В общем, короткие такие. Я прям редко оставляю. Я уже потихоньку начинаю от них ото всех избавляться. Потому что это не мой фасон. Хотя я обожаю брюки в клеточку. Мне прям они нравятся и по качеству. И как они сделаны. Классная фирма. Я бы у них еще что-нибудь купила. Надо зайти, кстати, в магазин. Далее. Вот такой костюм. Это Массимо Дути. И в принципе все в нем хорошо. Такой он. Такого красивого коричневого цвета. Посмотрите, как он сделан. На самом деле это не то, чтобы цвет. А он такой что-то другое. Ну не знаю. В общем, из разных цветов состоит. И посветлее коричневого, потемнее коричневого. Такой ребристый. Мне нравится, что здесь вот такие вот пуговицы. Красивый элемент такой. Но! Я... У меня чувствительная кожа. Мне колется. Они шерстяные. Это вообще шерстяной костюм. Такой на зиму супер. Мне колются эти брюки. Я не могу их носить. Если мне где-то некомфортно, где-то что-то колется, я за этим не потянусь. И плюс, что это не совсем, ну тоже опять же мой стиль. Я не чувствую себя в нем классно. Не отражает он мой внутренний мир. Далее ничего суперинтересного. Идут спортивные штаны. Такие и такие. Расстаюсь с ними из-за качества. Здесь появилась дырочка. Потому что Декстер меня зацепил еще. А на предыдущих появились шарушки. Далее вот такая вот юбочка. Юбочка школьницы. Кроме того, что это не мой стиль. Еще и пуговичка такая. Запах тут, естественно, ничего не открывается. Ну, в общем, кроме того, что это не мой стиль. У меня еще и вообще сложные отношения с юбками. Я скорее надену платье, чем юбку. Я просто... Я просто даже не знаю, как ее стилизовать. Что-то у меня с ними не идет. В общем, сказав пока вот этой юбки, у меня остается их всего две. Ну, ладно, три. Третья джинсовая. С джинсами проще. Они такие, как джинсовые шорты. А вообще юбки это загадка для меня. Далее вот такие вот армейские штаны. Которые мне вообще на самом деле очень нравятся. Я пытаюсь... Это Страдивариус. Я пытаюсь найти что-то похожее с высокой посадкой, да? Мне вот еще хотя бы вот... Ну, хотя бы вот столько добавить. Пока это тщетно. Пока я нашла реально настоящие армейские. Там вообще низкая посадка, но они прям такие широченные. Хотелось бы что-то типа этого. Это очень удобное. Они уже ужасно старые. Но и я думаю, что я сейчас с ними расстанусь. И сразу ко мне придут какие-нибудь правильные армейские с высокой посадкой. Дальше вот такие джинсы. В принципе, расстаюсь с ними по той же причине, что они кюлоты. Не люблю. Не лежит у меня к ним душа. Еще, мне кажется, они слишком плотно на мне сидят. Вот эти вот линии мне не очень нравятся. Они вообще изначально так сидели. То есть тогда я их когда взяла, меня это не смущало. Сейчас мне больше нравится, когда струится ткань по телу. В общем. Далее то, что я даже не хочу мерить. Это вот то, что вы мне сейчас видели до этого в белой маечке. Такая же есть серая и черная. Белый мне цвет больше нравится. А эти уже надоели. Поэтому нет. И вот такая вот блузка. Сто лет ей просто. Сто миллионов лет. У нее здесь раньше была такая металлическая вставка, которая оторвалась. Но я почему-то ее все равно любила. И любил. И держалась за нее. Почему? Не знаю. Не ношу ее уже очень давно. Вот. Пора ей точно сказать пока. И та же история вот с этой вот майкой, блузкой. Она уже вся в затяжках. Почему-то я за нее все равно держалась. Не хотела с ней расставаться. Она, конечно, прикольная. Но уже на рынке одежды есть намного более интересные варианты. И она как бы никак, никак. Вот смотришь на нее, и она не делает меня лучше, не украшает. А все-таки одежда должна украшать. Далее. Вот такая вот у меня рубашка. Я думала, что она короткая. А вообще, знаете, в пляжной стране, в какой-нибудь теплой. С шортами или даже с длинными брюками, идя на пляж. Ну, так вот ее завязать. И я такая смотрю. И понимаю, что я с ней вообще-то не хочу расставаться. Она просто еще очень приятная к телу. Че это я? Нет, пойду ее обратно повешу. Далее вот эта вот футболка Массима Дути. В общем, зря я ее купила. Либо надо было брать больше, чтобы прям плечики вот так спускались. Потому что, вот обратите внимание на силуэт. Вот так вот спускается сразу нормальная шея. А вот так вот, как они сидят, и шея сразу такая, как будто я вот так вот сделала плечи. Это некрасиво. Далее вот такая водолазка. Это не совсем мой цвет, а так как он так близко к лицу. В общем, я взяла получше цвет, более молочный. Это не совсем мое. Я ее предложу Миане, на самом деле. Потому что она прикольная, приятная. Ее можно надевать подо что-то. Ей, возможно, понравится. Посмотрим. Спрошу. Вот такая толстовка. Слишком она контрастная какая-то. Я уже давно-давно ее не могу надеть. Она очень прикольная, конечно. Вот эта вот у нее вуалька здесь такая. Мне нравится до сих пор, как она сидит. Давно я ее не носила, но она мне нравится. Да? Зачем тогда от нее избавляться? Придет ее время. Прикольная она. С джинсами с высокой посадкой. От того, что она короткая, отлично будет. Прям не лучше вот так. И у нее рукав до сих пор широкий. Нет вот этого, вот этой узости рукава. Это самое некрасивое. Надо оставить, мне кажется. Это, кстати, российский дизайнер сделал это. Мне подружка посоветовала купить. Я ее довольно долго носила. Потом что-то... Сложу-ка я ее и уберу в шкаф. Простите за откровенность. Я знаю, что у меня есть очень чувствительные люди. Это не нижнее белье. Но выглядит примерно так. Этот лифт, возможно, у меня слишком большая грудь для такого топа. Но, да, я не могу себе его позволить носить. Даже подо что-то. В общем, можно найти лучшие варианты, которые хотя бы вот эту часть еще побольше закрывают. И, в общем, хочется спрятаться. Из подобного есть вот такой топ. Он вроде бы подлиннее. Но он здесь как-то короткий. У него вот именно вот эта вот часть, сисечная, она маленькая. Вот была бы она как-то повыше, пошире. Если я его поднимаю повыше, то у меня смещаются пропорции. И, ну, грудь-то у меня здесь заканчивается. В общем, некрасиво получается. А так слишком много открывает. Мне тоже некомфортно в таком ходить. Далее моя ошибочная покупка для дома оставила, потому что послушала мужа, а не себя. Он сказал, ой, какая хорошенькая. Да, выглядит хорошенько, в принципе, поэтому и заказала. Но хочется дома не чувствовать на животе вот эту тугую резинку. На моей талии она очень тугая. Во-вторых, это сильная синтетика. И даже если не брать в расчет резинку, все это такое сильно обтягивающее и такое вот пластмассовое. Кожа прям устает. Я очень чувствительна к синтетике. Мне хочется, чтобы кожа дышала. Вообще, мне нравится этот такой костюмчик. Как это сделано, было бы это из других материалов. Я бы с удовольствием оставила. Кофта классная. Кстати, можно только кофту оставить, а штанишки отдать. А кофту оставить. Она такая прям... Особенно с этой майкой. Прикольно. Я же один раз надела его, и потом не могла никак больше. Да, думаю, кофта пусть будет. Она, потому что свободная, мне не делать дискомфорта. А вот брючки нет. Брючки не мое. Далее такая домашняя одежда. Это вообще был костюм. Шортики я оставила. Но это толстовка. Я ее отвезу. Буду мама носить. Потому что здесь куда-то мне она коротковата. А вообще она очень классная по качеству, конечно. Но у меня здесь другая уже одежда. Другой одежды много, поэтому я не хочу. И шортики, конечно, замечательные. Но не хочу раздражать чувствительных людей, которые смотрят видео со мной. Обычно я в шортиках бегаю, когда я там убираюсь, потому что жарко. И там чуть нагнешься, и уже попу видно. И некоторые страдают от этого. Поэтому, думая о вас, говорю этим шортиком тоже пока. Далее вот такие мои штаны. Тоже я их отвезу к маме. Они классные, что к ним не пристают никакие волосы кошачьи. Но так как здесь я уже тоже другое ношу, я лучше эту маму буду держать. Там у нее пара домашнюю одежду, а ее обновить. И вот это тоже туда же. Что мне не подходит в этой толстовке, то что у нее очень узкие... Мне хочется, чтобы рукав где-то был здесь. Я хочу, чтобы он был поднятый. Вот так вот примерно. Но тогда мне сильно давит. И здесь прям узенько получается. Поэтому я тоже его возьму в Питер к маме. Может быть там я буду носить? Но если нет, то там же я отдам кому-то из соседей. Может быть у них там дети есть моего размера. Ну и последняя вещь. Это вот такой кардиган. По-моему это Zara. Я купила лучше, более натуральных тканей, тоже из Zara. Поэтому с этим я попрощаюсь. Он очень синтетический, хотя он прикольно выглядит. Но у меня есть лучше. А это уже дубликат. Ну что, вот обувь, которая тоже поедет искать новых владельцев. Это ботиночки. Ну в общем я их уже долго носила. И форма мне не очень нравится. Это Gess, по-моему. Вот такие вот босоножки J. Lindberg. Все-таки такая обувь, это не совсем для меня. Во-первых, я не очень люблю есть такой широкий каблук. Уж если каблук, пусть он будет потоньше, наверное, более изящный. Не чувствую, очень классно. И вот эти вот лямки, они так впиваются в ногу. И мне постоянно больно и постоянно тирает. Даже несмотря на то, что такой низкий каблук. Кеды, кроссовки классные. Это вообще Zara. Очень-очень удобно. Как я говорила, мне вообще нравится Zara-овская обувь. Она удобная. Но я купила себе другие. Поэтому, ну, чтобы не дублировать, эти поедут куда-нибудь дальше. Такие кедики и такие кедики. Все-таки такие яркие цвета. Я больше не хочу. Они мне не нравятся. Такие вот открытые, яркие. А это я в Сан-Диего покупала в Ralph Lauren на скидке. Такие шлепки. Вот эти вот весюлечки. Не подходят мне. И вот такие вот белые сапоги. Точнее, не белые, а как айвори, бежевая. Мне они очень нравятся. Но когда я в них стою, мне весь вес, оно прям соскальзывает в этот носок. Прям вот скользит туда. И получается, что у меня болят пальчики ног. Потому что прям вот на них вот это вот все давление вот здесь вот их сжимает. Где-то здесь не хватает, может быть, чего-то, какой-то поддержки, чтобы держалась нога, чтобы они прям в пальцы все не съезжало. Вот. Но это именно на моей ноге. Может быть, кому-то будет намного удобнее в них. Надеюсь. Вот и все с обувью. Это все, что я надыбала. Это все, что я нашла в своем мини-магазине личном. Все, отнесу это обратно в кладовку. Ну, а на этом у меня с одеждой и с обувью все. Я с вами все разобрала. Надеюсь, что вам было интересно и понравилось смотреть именно на мне те вещи, от которых я решила избавиться, что я объясняю это как-то. Возможно, вам тоже будет принять решение проще. Если вам понравилось, напишите мне. И в следующий раз, когда я буду снова пересматривать свой гардероб, я тогда это повторю с новыми вещами. Сделаю точно так же. Вот. А за это все время я вообще очень проголодалась. Поэтому я пошла есть. С вами буду прощаться. И увижусь в новом видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok